Около двух тонн макулатуры удалось собрать за это лето зоозащитникам. Теперь дело осталось за малым – погрузить всю бумагу в машину и выручить за вторичное сырье средства. Деньги небольшие, но для приюта важна каждая копейка. Полтора рубля килограмм. То есть, понимаете, да, что сумма-то затрат много, веса много, а по факту в денежном эквиваленте-то это не очень большая сумма. Но все же уже три года общество защиты животных проводит сбор макулатуры. В акции принимают участие неравнодушные жители Первоуральска. Накопилось достаточно много всего, то есть выкидывать вроде жалко просто, а вот если это пойдет на дело куда-то, то есть для животных будут выручены средства какие-то, то организовала мужа, чтобы все собрали, все перебрала, все, что маму попросила тоже, что ненужное собрать. Ну вот и привезли. А кто-то привлекает к доброму делу не только родственников, но и коллег по работе. Мы собираем в отделе, прямо я поставила коробки из-под бумаги, у нас теперь заведено, мы в отделе, если мы оборотку не используем уже, либо использовали, все это прямо вот складывается в коробке, мы постепенно вот вывозим. Волонтеры говорят, эта акция помогает не только Первоуральскому приюту, но и природе в целом. Все знают, что макулатуру используют для переработки вторсырья, то есть, ну грубо говоря, та же туалетная бумага, либо серая пищевая бумага. И, ну это экономит и деревья, электроэнергию экономит, и какие-то топлива тоже экономит. А вот на здоровье экономить нельзя. Все вырученные от продажи макулатур средства пойдут на лекарства кошкам и собакам. Также не хватает корма. Экономический кризис в стране сказывается и на братьях наших меньших. Буквально через две недели ожидается резкое повышение цен на сухие корма, особенно это касается сухого кошачьего корма. И здесь, в приюте, мы вынуждены кормить кошек только сухим кормом, поэтому мы сейчас хотим создать небольшой такой стратегический запас, скажем так. Конечно, мы на всю жизнь не напасемся, но, по крайней мере, на ближайший хотя бы месяц-полтора нам необходимо купить пять больших мешков корма. Деньги в приюте уходят не только на лечение и еду, но и на строительство. Волонтеры надеются, что в скором времени здесь появится кошкин дом и зимовать мурлыки будут уже в теплом помещении. Но и это еще не все. У нас еще очень важна работа по отсыпке территории, потому что очень много мест грязных, пока не обихоженных. Это и у будок, у собак, и тропинки до вольеров. То есть в наших планах успеть до зимы, до слякоти, до осени отсыпать территорию. Почти на все требуются деньги, поэтому такие акции спасают приют. Следить за новостями общества защиты животных можно в интернете. Макулатуру здесь принимают всегда и не отказывают никому. Но самую большую помощь оказывает тот, кто становится для собаки или кошки другом и забирает в свой дом. Елизавета Наконечникова, Руслан Гаскаров, Интера ТВ Руслан Гаскаров, Интера ТВ